А ну-ка Настраиваемся Внутренние струны наши Добрый, ребята! Вот-вот-вот! В воскресенье вечером Первая свеча, ребята! Большой праздник! Праздник света! Сами понимаете, я вчера говорил с другом из Одессы И общаемся время с временем Он ученый, он говорит Темно, тьма чувствует тьма Декаун, это депрессия Он говорит, вот это время Самое такое Совсем внизу И вот именно в это время Это так и должно быть Самые короткие дни Самые длинные ночи Вот, но здесь мы Все равно чувствуем себя Но вот в основном В это время Когда мы чувствуем Что нам нужен свет Начинаем зажигать свет Вначале одну свечку маленькую А потом Свет будет прибавляться И прибавляться Вот И как мы отмечаем в Ханукках Как это происходит обычно И зажигание, значит, свечи На улице, да? Это не дома, как шабатные свечи А именно Мы выходим из дома Зажигаем И там поем благословение 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 Алан Миссим Это у нас последняя песня За чудеса И что дожили до этого времени Три благословения Зажигаем Там жена, дети Иногда семья Там друзья И поем Потом сразу Поем песню Которую Первая песня Это гимн Победы На самом деле Там есть Больше Куплетов Собственно говоря Там Проходим Всю историю Еврейства Там Исход из Египта Потом И Потом Это самое Камепурим И так и тому подобное Греческое Да Вот Сейчас Мы сегодня поем с вами И Последний Как освободиться От Римской империи Стать свободным Да И Чтобы мир Весь мир стал свободным Вот Но мы сегодня только поем Вот Греческий куплет После первой Да Ну давайте Если предпочитали Посмотрели Вот Гимн Победы Да Света Над тьмой И Свободы Над рабством Да И вот Гимны Благодарности Тоже Давайте Мы споем Чтобы Познакомились Ма Мат Беяк Мит Цархам Мена Беяк Аз Эгмор Вес Ирмис Мор это общая такая благодарность и потом мы благодарим за исхода там чтобы повесили наших ненавистников там пурим и потом идет вот ханука да греки собрались против меня в тени пасмонаев поломили они стены храма склонили все масло но на но из оставшихся кувшина было судья садия на садия на чудо для тех кто подобен лидами и вот всеми мудростями 8 дней для пения и ликования серёжа пока андрея нет ты можешь играть или передать кому-то чтобы был весел будешь да Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И почему? И конечно аргументировать Чудо Чудо Масло Или военная победа Против греков Это первый вопрос Что для меня именно И аргументировать и я хотел бы чтобы вы все же сказали по той теме который в хевруте в прошлый раз помните хевруту видео мы делаем что же почему-то называется тьма сегодняшние западная цивилизация как продолжение греческое называем тьма а как будто туром и свод мы говорим это свет вот почему ведь проблема была в том что современная западная цивилизация дает нам много жизни бесспорно все все согласны что тут жизнь и забыли о всех отношениях как это можно назвать тьма знаете вот это хотел за второй вопрос чтобы тоже очень такая кратко ясно ответил первый что для меня лично более важно чудо масло или война теперь ответы аргументировать я просто повторяю вопрос а второй вопрос как это можно как можно объяснить что мудрцы говорят как будто прогресс как бы человечество это тьма а как будто тура митсвоча иногда ты не видишь собственно говоря из этого больше ничего как человек сидит гемару и учит весь день и это называется свет таким образом вот это или заниматься кашутом и халлаха и тому подобное как вы понимаете что мудрец и сказал это тьма и это свет это свет если вы скажете я не понимаю это тоже хорошие это второго пока вы даете ответ как ты объясняешь мудрецов которые назвали как будто бы греческие продолжениями этого является западная цивилизации которые дают много добра как это можно назвать чма а в то же время как будто вы еврейские религиозная культура которые мы не всегда понимаем даже здесь не всегда понятно все называть это светом седа как вы может если скажете я не понимаю я принимаю такой ответ тоже а если у кого есть идея пожалуйста вот а пока вы даете ответ в вашем распоряжении еще еще минута с половиной я подготовлю вторую песню чтобы и слушателям эфире в канаде он не был скучно пока нет а потом пока вы ищите ответ что следует прощает что государство что следует что следует принимает что следует это Субтитры создавал DimaTorzok 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 это то что ты сказал это ты сказал это чтобы надо подумать и что здесь первичный что вторичный на всяком случае ребята которые сказали про чудо масло там мы да мы видим тоже и поколение до которые связаны вот не переставая все уже больше тысячи лет повторяется да пожалуйста и лично я могу тут и участвовать календаря и мудрецы оттуда взяли всего только две вещи и хануку остальное все не взяли там были разные праздники там победа никоноры разные праздники и много победу именно не из-за того что именно из-за чудо что оно может быть и в современность это актуально и наш окей следы у нас не вечно на 33 это очень хорошо потому что сами понимаете этого конечными итогами наверное приблизимся мировоззрению что они очень-очень связаны глубоку как меньше не понимая сражение победы хорошо я тебе сейчас и чтобы мы значит чуть-чуть посмотрели что мне лично в общем дает то есть мы говорили что этот праздник настолько велик что в нем есть все собственно говоря когда мы будем петь вторую песню посмотрите вторая песня отец мой зажег для меня свечи до для песни что имеется ввиду но это как будто песня ребенка до ребенок еще не умеет зажигать свечу а кто-то не зажигает папу потом поют на маму мама дает ленчик и там подумать вот но если так и немножечко глубок глубже посмотреть это что еще можно тут подумать что значит отец мой зажег для меня свечи что еще можно подумать всевышний зажег для нас свет когда это было да вот это кстати слово светом слышали это именно двадцать пятое слово второе двадцать пятое нато этого месяца было зажигание анукальных свечей таким образом в этом есть все в этом празднике но нас первую очередь интересует что это для меня лично в личной жизни то есть мы приехали сюда с вами для чего я вам спрашиваю вас вас спрашиваю для чего вы приехали сюда и скажите я буду рад если двое-трое сказали для чего приехали сюда игорь вы можете сказать для чего вы сюда приехали я приехал сюда учиться а для чего учиться чтобы глубже понять смысл торы глубже понять смысл еврейской жизни и тогда что если будете вы уже понимать что вы хотите конечном итоге в конечном итоге приблизиться к тому смыслу жизни которые я себе несу то есть раскрыть свой потенциал да и за это я приехал сюда потому что я подсознательно чувствую что это я могу не сделать здесь да я хотела спросить степан степан для чего ты приехал сюда да как обустраивать 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 чтобы здесь жизнь стала более устроенной добавить что я чего ну чтобы было красиво а ты не мог это сделать там там уже все обостровано что тут они хватает тут надо еще благоустроить и что тогда если это ты сделаешь то это что кто-то еще хочу сказать кто еще не выступлял вот сломал для чего ты приехали мне подсказывает для чего такая у тебя сознательно подсознательно висля что-то времени и что раскрылся тебе по поводу для чего ты в общем-то приехал в конечном итоге для чего ты здесь чтобы быть народом быть народом а также там не мог быть народу почему-то я приехал для чего решил что здесь мне место почему здесь и не там потому что я так считаю мне это подходит это подходит но ты можешь объяснить нам почему это тебе подходит я надеюсь что не это самое неудобство неудобно что я спрашиваю я просто хотели ребята вести к чему я вам скажу собственно собственно говоря то я скажу что я так понимаю как я чувствую что мы приехали сюда потому что мы хотим жизни большие буквы и это мы понимаем что вот на этом месте в этом народе на этой земле и как будто с близости с лишним это возможно да это требует от нас работу и согласны чтобы раскрыть свой потенциал как сказал нам играть да или чтобы могли дать то же самое степан свое я могу здесь дать свое да там уже тоже уже все дар дар 100 мог но здесь может я могу дать больше или я не знаю почему как сказал нам слону я чувствую что то моё место я здесь могу жить больше и для этого нам требуется вот это процесс раскрытия света мы можем видеть ханукки то есть зажигание когда есть тьма очень важный момент когда есть тьма и мудрецы сказали тьма этот мир и тьма внутренний наш мир там много тьма тьмы все да и согласны то согласно то что поднял руку есть много тьме я сейчас подождать я хочу продолжать это место бы не 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 забыть вот когда мы видим что и внешнем мире внутренне мира есть много тьме тогда у нас есть все таки надежда что здесь в израиле есть возможность осветить этот мир как и ну как и внутренне так и внешне и вот это зажигание свечей которые как бы казалось бы отражает огонь внутренний да маленький огонек меликами пели с вами каждый из нас как маленькая свеча но мы зажигаем снаружи то есть на улице мы даем и хотим дать этот цвет как сказали игорь и степан в какой-то мере сломал и поэтому вот этот первый момент что мы хотим осветить нашу жизнь как и внутренне и внешне это первый я пока иду полить по личному беседа нам хотелось бы чтобы было наша жизнь освещена светом души душа душа откуда у нас душа мы говорим утром от от все лишнего но связана божественная душа мы хотим что-то раскрылась нашей жизни и внутренне и внешне это первым второе сейчас халаха что мы все больше и больше зажигаем первый день одну свечу потом вторую там и тому подобное то есть мы верим в том а ну-ка нам дает по не наглядно понять что мы у нас из познавателя тоже понимание что мы должны развиваться не должны раскрывать все и больше и больше нас потенциал ребята потрясающий даже не знаете какой знаете какой у нас потенциально все вечно бесконечно дает нам бесконечный потенциал ребят все что мы хотим и можем и поэтому все свет дольше обязательно обязательно расти увеличиваем святости если человек стоит на одном месте это довольно-то ты где равносильно что мы в тьме если мы на одном месте тогда да или или идешь вверх герой или идешь вниз иногда конечно спуск подвела спуск поднимата норман зажгли свечу она затухла уже зажигаем два тоже следующее как будто бы горка в более высокой чем предыдущие спустились подниму свечу разные направления раскрытия души личности это второе и третий момент очень важный который вас идуте нам говорят ханука хану это на иврите кто знает иврит отдохнули 25 ханулах на ног там сискорень на ног хану ханая еще ханая это парковка ханель отдохнули остановились до после войны воевали три года была война для первого первый этап пока могли одержить хорошую побои победу осветили кран три года отдохнули так и вот это на для нас может тоже быть примером что у нас война не закончилась мы приехали сюда мы одержили победу вы согласны не хотели сюда прийти но было много препятствий приехали сюда это победа или нет это большая победа так мы здесь на фоне или немножко отдохнет допустим первые три месяца все хорошо все красиво дальше если есть у кого корзина и тому подобное все хорошо немножко отдохнули а потом а потом оказывается не все то есть или есть такое понятие что если на человека посылают домой из поле боя до своей чтобы она немножко отдохнула опять набралось или есть люди которые понимают это где надо для того что то вернуться и продолжать воевать есть которые думают что все я уже отдохнул все все хорошо я закончена борьба вот хану хану к нам объясняет что борьба продолжается мы набираем силу отдыхаем выбираем свет а потом возвращает вернемся нам более высоком уровне воевать вот именно после этого по страну к еще было я не знаю 100 лишним лет пока народ израил набрал силу энергию свет чтобы потом выдерживаю следующее испытание римской империи империи потому что то надолго мы уже знаем и поэтому этот отдых как будто в храме быть с творцом это очень очень кеф но это еще не все борьба продолжается сейчас государство израиля оба ухажаем у нас обещано что мы уже все мы уже здесь мы же больше галута не будет но тем не менее внутри нашей жизни тоже есть так и более спокойные времена и более тяжелые времена сейчас как раз будем надеяться что такой сравнительно спокойным время еще продолжается во всяком случае это третье что я хотел вам подсказать по поводу личного да во первых что когда темно да потому что наши инстинкты наша природа она как говорится закрывается на самом себя как известно наши природа как будете очень красиво высказали эгоистический да это наша природа мы думаем в основном о себе и вот это это хоть это но мы чувствуем что у нас есть вторая природа божественная больше нынешь душа который хочет чтобы свет во всем и и вот это освещается это первый второй еще раз все должен развиваться в прибавляться третий и время от времени должны отдохнуть набрать энергию силы чтобы могли продолжать бороться песня эта песня слова написал поэт который стал начал он и белочи религиозный учился в хедере в яшиве и но потом он стал хилоны очень ярко хилоны ну вот я как вспомнил вам скажу а вы а вы и длить народ ли да отец мой это песня ребенка как будто бы но сам я песня всего на еврейского народа отец мой зажег для меня свечи его служебная свеча факер вот видите тут картина наверху середине служебная свеча которым зажигаем как будто бы и все свечи знаете ли честь чего или кого это очень любопытный момент потому что если мы спрашиваем честь чего мы зажигаем или папа зажег свечу честь чего честь хануке до разы крану а честь кого если не страшно а и риска народа и все вещи на то что он хочет дать свет мне только помогаем что-то тоже немало немало маленькая задачка то потом мама да мама дала мне оладьи блинчики горячий но это если ребенок поэтому понимает дать подсознательно что мама у нее не только блинчики горячие еще что сердце молодец вот человек понимает дело сердце горячие сердце мали заполнено любовью к ребенку то то и согласны что наша мама еврейская мари вообще вообще мама так переносном смысле кто так нас любит кроме мамы о если ребята которые дают момента не знаете он написано даже у пророка мама даже может про забить своему это сами зародище который у него отлично на нас не забудет его его любого абсолютный абсолютный любовь и третий куплет знаете ли а мой учитель даме серий вон такой себе вон твачок дрейдер на и пищи и извинутого свинца знаете ли вы честь чего что и что это намекает на тут на одной точке все крутится четыре четыре стороны серий вон четыре великой державы которые в общем-то подняли уровень человечества но воевали и хотели вытравить еврейство это бавер раз греческий и римский яван и римская это вообще западная цида света в общем задание греческое продолжение этого и вот и все крутится в акугодной точке и точки все лишнего который через в этом мире все крутится крутится и вот это учи учить я объясняет не как это все идет продвигается да конечно мы видим надеемся что-то спирали крутится по спирали до начале надо было бороться за святости мать совершенно суглым материального там агрома веноке искать скотина там сколько там таком беру барашек то все это было жизнь да это тоже можно для себя можно для девок таким образом или горбы чертовоприношения на каждом уровне и духов физическим духовным всегда есть борьба без себя и для всех следы это тьма это свет собственно говоря и последний дядя дам не подарок не 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 то не это ты потому что исфобода если еще как говорится как руку ровку говорит и еще тебе осталось из галута из говорится промолкут про царство монета там было печатано опечатано лицо лицо царя означает он видал какие-то монеты это его монеты это его экономика его царство но здесь пишет поэт что потертую монету то есть старое царство же не существует а мы хотим новое царство вот сегодня вот как они приехали сюда уже есть новое царство государства израиля во всяком случае и от зажигания свечей творцом мы хотим дойти до царство израиля который во всем мире приносит со всеми странами вместе конечно третьем храме свет то давайте споем а вириды к ней розы шамаш лова рука шамаш лова рука Субтитры создавал DimaTorzok 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 божественную и отдыхаешь до для дальнейшей борьбы и развиваешься но от с точки зрения народа израиля как именно национальном плане что это нам дает да я понимаю что тут есть моменты я вам скажу как и каждому человеку так и каждому народу очень важно самостоятельность и свобода чтобы как человек как народ мог жить самим собой самим собой никто не изнасиловал да потому что и прямом и переносном смысле свое время нас изнасиловали прямом смысле вы знаете там была такая установлена такой очень тяжелую вещь что первый брачный нож надо было наместнику и это собственно говорит сам понимаете что когда свою жену забираю у тебя забираю свою жизнь твою жизнь забираю свою чистоту твоей жизни твоя это ты сам и поэтому изнасилование вот это физически духовно это сами тяжелые вещь которые никто не видишь же нет никто не готов на это потому что ты если ты идешь на это так просто киркин ты же не живешь может физически живешь на уже не это уже не жизнь поэтому это было восстание не дали нам делать бритмила до принципиальные различия до подходу бритмила и все митсвот и тора да и сами понимаете что ты и шаббат и расходы то есть новый месяц и поэтому если это все забрать у нас так это это уже нет и поэтому в духовном плане и конечно началась борьба несмотря на то что было очень очень на самом деле удобно и приятно это цивилизация эллиническая цивилизация да потому что и дала человеку в обществе там продвигаться и место ему делать и могут быть приближенными к властям и мог делать бизнес мог делать и мой богат богатство появилось поэтому это жизнь конечно очень привлекала но сами понимаете и кто сейчас из нас даже готовы закрыться на вешево и даже бросить телефон и макшер и все деньги и только только заниматься то что это очень завлекает привлекает и такая жизнь и в самом деле это прогресс не говорили прогресс это прогресс это все от всевышнего все то что всевышний да не только сами понимаете религию жизнь уже даже не все лишний что хочет что мы просто сидели в уголочке учили ту нет он чудак нам жизнь так если он хочет нам дать жизнь это почему когда вот есть прогресс научно научный технологический прогресс почему мы говорим что то тьма привести к тебе это может привести то есть как мы используем ребята уравнение очень простые это если это все для себя я свои удовольствия и чтобы сырье среди делать деньги для своих интересов это называется тьма если это все вы используете для того чтобы было хорошо и семьи и всем всем и то же самое атомная энергия то ли ты была очень на был кого-то бросить атомную бомбу то ли хочешь стать свет города это разный подход кто-то по-другому не понимает только только ну так уже делается временный свет на мгновение и все все тысячи слов для себя большой свет все потом нету нет значит если мы понимаем что света творца должен распространяться во всем вот этот подход и называется сам это есть в общем-то призвание израиля и по-видимому все которые сюда тянутся по-видимому чувствуют в своей душе тоже хотят бич участника как степан сказал учат и дать свету свой свет прибавить то что получат все вещи таким образом вот тут надо видеть и особенность израильского народа который как будто историческим причинам 1 поняли был готов идти по пути по этому пути сейчас ребята мы все же споем серегон чтобы у вас немножко ануками традиции развивался дети обычно поют и крутится держать себе как будто свеча это крутится предмет и песня очень начинается медленно потом все быстрее в общем-то мелодия 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 откуда мелодия конечно я не знаю то ли из из россии то из украины в общем-то первые как известно первые проходцы это были 90 процентов из украины таким образом мелодия напоминает на в общем-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он говорит Теперь ты проникайся Внутри себя Что у тебя есть, что ты хочешь Какие у тебя есть желания Что на самом деле ты хочешь То на самом деле ты хочешь И найди в себе Вот это горючее Найди себе И если в краничном итоге Ты будешь это зажигать Это ханукья не только автоматически Или традиционно А будешь иметь ввиду Я хочу прибавить Свой свет Давать свой свет Я понимаю, что у меня в основном Мой мир много тьмей Много эгоистического Много интересов Интересно, кстати, это очень хорошо Интересно это хорошо Без этого нельзя Но я использую Свои интересы Свои эгоисты Я использую Для того, чтобы дать свой свет Для семьи Для друзей Для нашей махраки Для товарища Товарища по комнате Для махона И если я берусь на это Я говорю Я хочу попробовать Я что-то делаю Это называется Что мы записались В книгу жизни Каждый раз может быть И погаснет свеча Каждый раз мы будем чувствовать Что нам тяжело На спуске Но это Только будет означать Что мы в направлении Правильном направлении Чтобы мы Продвигаемся вперед Каждый раз Спуск Зажигаем больше Света Нам хорошо Кеф Отдыхаем Свет погас Спуск Нам стало тяжелее Мы хотим больше Хотим выбраться Хотим что-то больше Поднимаемся Зажигаем свет Опять Кеф И так и так дальше Разные уровни Пока я самим собой Потом я самим с тобой Вое-менее Я могу справиться Можно уже Жениться Потом уже начнется Все сначала Ребята Агн и Сын Вот это война Как личную Израильский Как всего человечества Алган и Сын Белопуркан Белогурот Ребята, все вишни с нами, ура! 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 Ребята, все вишни с нами, ура!